Для того, чтобы воспользоваться программой Zoom, вам необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Zoom. Для этого вы нажимаете кнопку зарегистрироваться обязательно и вводите свою настоящую или близкую к настоящей дату рождения. Если вы введете какую-то неадекватную дату, например, 2020 год, Zoom вас заблокирует на неопределенное время и вы не сможете продолжить регистрацию. Поэтому, пожалуйста, вводите дату более-менее приемлемую, 2023 год, например, ну или свою дату рождения. После этого вы сможете продолжить и ввести адрес электронной почты, к которому будет привязана регистрация, код проверочный, его можно проговорить голосом, не знаю, слышно вам сейчас или нет. Нажимаете на кнопку регистрация, либо авторизуетесь с помощью аккаунта Google в Facebook. Далее вы должны загрузить клиент для конференции. Вот здесь внизу вы можете выбрать клиент для конференции. Вот он находится здесь сразу же по первой ссылке. Также можно загрузить еще плагины для демонстрации iPhone, iPad. Но если вы студент, планируете заниматься, это вам не нужно. Вам достаточно загрузить клиент для конференции. Пожалуйста, обратите внимание, что версия клиента на официальном сайте Zoom всегда актуальна. Вы получаете письмо на указанный почтовый ящик и подтверждаете регистрацию. После этого вы попадаете на страницу регистрации учетной записи, вводите здесь имя, фамилию и придумываете пароль. Еще раз подтверждаете пароль и нажимаете кнопку продолжить. После этого ваша учетная запись будет успешно создана. Далее Zoom вам предлагает зарегистрировать еще кого-то из ваших коллег или друзей. Но если вас этот момент не интересует, вы можете пропустить. И у вас появляется ваш персональный URL конференции, ссылка, по которой можно будет всегда к вам попасть, если вы начнете конференцию. Либо вы можете перейти к своей учетной записи. Здесь вы можете редактировать свои данные, изменить свое имя, нажав на кнопку редактировать, добавить аватарку или фото. У вас есть ваш идентификатор постоянной конференции, его можно всегда будет здесь посмотреть. Можно будет редактировать свой почтовый ящик, если вы его вдруг захотите заменить. И сменить тарифный план, например. Но если вы не занимаетесь профессионально видеоконференциями, вам это не нужно. И достаточно базового бесплатного тарифа. Также есть настройки, но они касаются, конечно же, больше трансляции видеоконференции. Поэтому все необходимые действия, которые вам нужно будет приделывать, есть в клиенте, который вы скачали. Там эти настройки для пользователя представлены в полном объеме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!